Китайский врач, который одним из первых пытался предупредить мир о новом коронавирусе, сам скончался от этой болезни. 34-летний Ли Вэн Лян был офтальмологом в больнице Ухани китайского города, который больше всего пострадал от эпидемии. Он и ещё семь врачей попали под надзор полиции, поскольку их обвинили в распространении, цитата, «незаконной и фальшивой информации о болезни». В Китае официальные каналы сообщают о 30 тысячах заболевших и более 600 погибших. Однако от граждан страны поступает другая информация. Многие полагают, что число заболевших в Ухане может превышать 150 тысяч, а умерших может быть 24 тысячи. Между тем, страны мира продолжают эвакуировать граждан из китайской провинции Хубей, где распространяется коронавирус. В большинстве случаев все прибывшие остаются на двухнедельном карантине. Так, в Австралию прибыл второй самолёт с эвакуированными, а в Японию – четвёртый. Кроме того, на круизном судне у берегов Японии подтвердили ещё 41 случай коронавируса. Общее число заболевших на корабле – 61 человек. Судно находится на двухнедельном карантине. На нём остаётся 3700 человек. У берегов Гонконга стоит ещё один круизный лайнер, который также поместили на карантин. На его борту находится 3600 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемия в Китае, вероятно, не достигла своего пика. «Передача происходит циклично. В ближайшее время количество заболевших может возрасти». В то время как на разработку вакцины от коронавируса может уйти минимум полгода, эксперты пытаются выявить его источник. Китайские власти сообщили, что он начал распространяться на рынке в Ухане. Однако также есть предположение, что его могли создать в лаборатории. В 19 километрах от этого рынка находится закрытое учреждение, где изучают самые опасные в мире вирусы, включая эболу и SARS. Возможно, оттуда произошла утечка. В целом, помимо Китая, заболевшие коронавирусом выявлены в 27 странах мира, включая Таиланд, Германию, США и Францию. В России подтверждено два случая заболевания – в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших – китайцы.